Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Начинаем выпуск с печальной вести. Уходит поколение героев. Республика понесла невосполнимую утрату. На 98-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Карачаево-Черкесии Георгий Павлович Ринсков. Он с честью и достоинством прошел все ужасы фронта, участвовал в ликвидации фашистских артиллерийских позиций, освобождал Кавказ. В сердцах жителей республики он навсегда останется примером мужества. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил искренние слова соболезнований родным и близким Георгия Павловича. В России резко снизилось число заболевших коронавирусом. Эти цифры добавляют оптимизма. Хочется надеяться, что омикрон отступает, говорят в Роспотребнадзоре России. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 193 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 41 458 человек. Из них 33 198 выздоровели, 456 человек госпитализированы. На днях в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» были разбиты несколько экспонатов, которые постоянно привлекают внимание жителей и гостей Черкеска. Такие акции потребительского отношения к создаваемой для людей красоте вряд ли кого могут оставить равнодушным. Есть ли способы противодействовать вандалам, выяснял корреспондент Артур Мхце. Это новое любящее Черкесск сердце установлено здесь совсем недавно. Видите, на нем еще нет никаких отметин. Прежнее большое с красивой подсветкой не выдержало под натиском многочисленных вандалов и отправилось на свалку. Какая судьба ожидает обновленную версию одной из изюминок парка? Если судить по некоторым экспонатам расположенного рядом уникального музея военной техники, в хорошее верится с большим трудом. Слишком уж настойчиво отдельные индивидуумы стремятся навредить городу, в котором живут, работают или учатся. Некогда боевые воздушные машины таких противников еще не видели. Кто-то бьет стекла у вертолетов, другие соревнуются в эпистолярном жанре, третий неровно дышит к статуям. Ничем иным и не объяснишь, для чего им понадобилось корректировать внешний вид поварешки и гостеприимной девушки. Вот цветочные часы, как я понимаю, давно уже не работают. С цветочными часами сейчас вот с поступлением сезона, мы их будем раскрывать, мы на сезон закрываем их. Тоже большая проблема. Вот, кстати, недавно даже разломали стрелку тут длинную, а в восстановлении сейчас идет, стоит большой вопрос. Тут по материалу проблема, тут по восстановлению его проблема. И это далеко не полный список того, что подверглось набегам вандалов последние месяцы. А ведь восстановление испорченного имущества потом выливается в немалые суммы. И вместо какого-то нового оригинального экспоната или дополнительных удобств для посетителей, персонал парка вынужден заниматься ремонтом или заменой поломок. Есть такие люди у нас, которые не ценят это. Или даже, я скажу так, наверное, делают специально это, чтобы или себя показать, или себя не чем-то удивляют тем, что они могут без проблем выбить там с травматического оружия то же окно, скажем, на военной технике, или тот же лифт разбить, который очень большие дорогостоящие стекла стоят. В Черкесске который год активно применяется система «Безопасный город». Благодаря камерам видеонаблюдения, стражам порядка не раз удавалось задерживать нарушителей. Видеокамеры, расположенные в различных частях города, собраны в единый комплекс. Изображение вводится на экраны, которые находятся в дежурной части отдела МВД России по городу Черкесску. Система оборудована возможностью записи, и при необходимости мы можем использовать видео для выяснения обстоятельств того или иного происшествия. Понятно, что далеко не каждому человеку нравится, когда за ним подглядывают. Но придется привыкать, раз у нас это единственный способ, чтобы выявить тех, кто не может спокойно пройти мимо создаваемой красоты. И таких средств фиксации и нарушений должно быть в разы больше повсеместно. Иначе нечто подобное ожидают и остальные благоустраиваемые сейчас зоны отдыха населения. Артур Мхцей, Ислам Урумов, Вести, Карачао, Черкесия. Накануне около 20.00 на федеральной автодороге в станице Зеленчукской 31-летний местный житель за рулем Лады Приоры допустил наезд на 14-летнего пешехода, который переходил в проезжую часть автодороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП подросток от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины автоаварии. Водитель трезвый, участок автодороги, на котором произошло ДТП, не является очагом аварийности. По результатам оперативно-служебной деятельности за 2021 год отделение информационного противодействия и противодействия преступлениям, совершенным с использованием IT-технологии, Центр по противодействию экстремизму МВД по Карачао-Черкесии занял 6 место по России, а сотрудник этого отделения занял 4 место по результатам конкурсного отбора. Как удается достичь таких высоких результатов, узнавала Алла Динаева. Сотрудниками отделения контрпропаганда осуществляется ежедневный мониторинг в интернете по выявлению материалов террористического и экстремистского содержания и профилактики этих явлений среди молодежи. В настоящее время на контроль взято 193 интернет-ресурса. Мы все знаем, что в интернете сейчас творится много нехорошего, в том числе и распространение этих деструктивных идеологий тоже происходит именно посредством интернета. Поэтому достаточно большое внимание этому уделяется не только на уровне нашего субъекта, а в целом в Российской Федерации. Ирина Пхешкова старший оперуполномоченный по особо важным делам и работает в Центре по противодействию экстремизму МВД по Карачао-Черкесии 6 лет. Открыты новые абсолютно горизонты. Многое чего раньше не было. Сегодня оно появилось благодаря, безусловно, команде нашей, нашему подразделению, нашему начальству. Потому что руководство нас поддерживает в наших начинаниях. Защититься от терроризма помогает профессионализм сотрудников правоохранительных органов, которые ответственны за внутреннюю безопасность страны. Еще один важный момент – выработать у общества иммунитет к идеям, которые продвигают террористы. А главная задача Центра по противодействию экстремизму – не наказать, а предостеречь людей. Спасти, возможно, чьи-то судьбы. Та же профилактика, почему мы делаем на нее упор, чтобы наша молодежь не сделала эту ошибку, из-за которой потом может разрушиться судьба. Поэтому это основная моя миссия, которая я считаю главной. И я думаю, что многие вещи у нас получатся. Был такой китайский военачальник, который говорил, что самая главная победа – это та, которая без сражения. Это основной и наш принцип. Но мы понимаем, что эта оперативная обстановка сегодня позволяет нам делать упор именно на профилактику. В 2010 году проводилось порядка 15 встреч. Сегодня мы их увеличили до 210 и охватываем всю республику, рассказывает Ирина. Но и дальше они планируют не сбивать темпы, а наоборот расширять аудиторию в интернете. Сотрудниками нашего подразделения проводятся профилактические мероприятия в средних учебных заведениях, в высших учебных заведениях, целью недопущения вовлечения молодежи, студентов в экстремистскую деятельность. Также проводится работа с иностранными гражданами с целью недопущения межнациональных конфликтов и совершения экстремистских акций на территории нашей республики. Нам удается выявлять преступления и правонарушения. Безусловно, важно, что преступлений значительно меньше, чем административных правонарушений. Но, тем не менее, неприятно видеть порой, что пишут люди. Мы знаем, что за комментарии последует и уголовная ответственность, и административная. Мы за всем этим наблюдаем, мониторим, выявляем. Но если сравнивать с соседними субъектами, у нас количество преступлений значительно меньше, что не может не радовать, говорит Ирина Пхешхова. Офсин России по Карачаево-Черкесии сообщает, что в ряде СМИ размещена информация о том, что в СИЗО-1 начались беспорядки, в которых приняли участие 200 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Данная информация не соответствует действительности. 17 февраля 2022 года в следственном изоляторе номер 1 Офсин России по Карачаево-Черкесии при проведении обыска 21 подозреваемые и обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийствами, грабежами, разбоями, вымогательствами, изнасилованиями, оказали сопротивление администрации учреждения при проведении планового обыска. Свои действия подозреваемые и обвиняемые сопровождали криками и нецензурной бранью в адрес сотрудников. На место происшествия прибыло руководство Офсин, сотрудники аппарата управления. О происшествии было незамедлительно сообщено в прокуратуру. Материалы для дачи правовой оценки действий подозреваемых и обвиняемых зарегистрированы и направлены в соответствующие органы. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Черкесске ночью слабый дождь, мокрый снег, туман, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 1, днем 12-14 градусов выше нуля. Продолжаем выпуск. Сегодня Международный день родного языка. Каждый народ – это неповторимая культура, история, традиция, образ жизни. Сберечь языковую базу – очень важная задача. Наша республика многонациональная, и каждый народ бережно хранит свой язык, развивает его. И наш телеканал вносит особую лепту в сохранении и развитии родных языков. Мы вещаем на пяти, рассказываем о традициях, культуре и обычаях. Сегодня в Качагу именю Моралиева прошел Международный тотальный диктант народов Карачао-Черкесии в рамках празднования Дня родных языков. Для проведения мероприятия были организованы онфлайн и онлайн-площадки, что позволило принять участие представителей диаспоры из различных регионов России и зарубежных стран. В диктанте принял участие наш корреспондент Алекхан Лепшоков. Это прекрасная возможность повысить свою грамотность и стать частью такого масштабного мероприятия, отмечают участники Международного тотального диктанта. Было задействовано более 30 различных площадок для участия в тотальном диктанте на родных языках. Ректор Качагу именю Моралиева Таусултан Узденов отметил, что университет предоставляет возможность каждому принять участие в нем. Мы не ожидали, что такой большой интерес и желание будет писать диктант. Помимо этого, в различных площадках и нашей республики, за пределами нашей республики, в Москве, в Санкт-Петербурге, за границей, тоже собрались люди, которым интересно это, тоже пишут диктант. Надеемся, что вот эта идея, которую мы в этом году запускаем, первый международный тотальный диктант на родных языках, будет иметь свое продолжение, и ежегодно мы будем проводить такие мероприятия. Я очень давно не писал на родном языке диктант, и, конечно, я не мог пропустить это важное событие в нашей республике, отмечает мэр Карачаевска Альберт Доттаев. Диктант проходит на четырех субъектах образующих языках республики. Мероприятие значимое, нужное. Как вот Таусултанов Бекерак сказал, чтобы народ привлечь, дожечь сердца, он так красиво сказал, надо этим заниматься, не забывать свой родной язык. Я с языком связан на все, и менталитет, и история, и нрав народа. Если его забываешь, то все это начинает потихонечку смываться. Поэтому будем пытаться писать. Для нас, молодежи, очень важно принимать участие в этом мероприятии, так как письмо формирует знания родного языка, отмечает участница диктанта Алина Каблахова. Текст диктантов – это произведение талантливых национальных писателей, а читают известные представители писательской и журналистской среды. Также представители диаспоры зарубежных стран смогут написать диктант на онлайн-площадке сайта ВУЗа. Я на самом деле большой патриот и очень люблю свой родной язык. И такие мероприятия, я считаю, очень многое значат для нашего народа. И мы должны обязательно все принимать участие активно. Ну и, во-первых, для себя самой развиваться, улучшать свою грамотность, проверить свои навыки и знания. Это надо. Это надо для нашего народа, как говорится, да. И надо развивать свою грамотность в некоторой степени, да. Но поскольку нам преподают, как грамотно писать, как грамотно разговаривать на родном языке, то есть это нам некоторых сложностей, конечно, не составляет. Но я считаю, что такие мероприятия нужно проводить, наверное, и со школьниками, и, наверное, со всеми желающими. Результаты диктанта можно будет узнать уже в соответствующих национальных кафедрах университета, где работу участников проверят преподаватели. Алих Алипшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Москве завершились съемки полуфинальных игр Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы». Республику представлял победитель 8-й Республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» Карачаева-Черкесии Руслан Охтов, учащийся 11-го класса 7-й школы Черкеска. Тема полуфинала знаменитый ученый СССР и России Руслан Блестящий проявил себя, заработал 4 ордена и прошел финал Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» в качестве агониста. Это все вести. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Когда закончится февраль». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова